Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать 50 тайн загадочных исчезновений людей по всему миру. Из этого видео вы узнаете следующее. Американский перевал Дятлова или тайны пятерки из округа Юба. Что случилось с 13-летним Давидом Герера Гевара из испанского города Малага, которого называли юным Пикассо. Пятеро из десяти детей семейства Содер исчезли из собственного дома при самых загадочных обстоятельствах. Что случилось с Бенджамином Баттерстом, человеком, искать которого вызвался сам Наполеон Бонапарт. Что произошло с племенем инуитов с озера Ангикуни и их лайками ноябрьским вечером 1930 года. Что потрясло спасателей, прибывших на место падения дирижабля L-8. Пожар и потоп стали вопросом второстепенной важности, когда на рабочем месте Лайз и Гейз обнаружили лужу крови. Что же там произошло? Как семья Донбар купила себе нового сына, вместо пропавшего без вести четырехлетнего Бобби? Странная пропажа людей в поселке Речной, Кировской области, как один за одним пропали сразу четыре человека? Как в сентябре 2009 года в Новосибирске, 28-летний детский психолог Ирина Сафонова не дошла от машины до квартиры. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты, на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео, мы обязательно разместим в заключении следующего ролика, с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В мире постоянно пропадают люди. Но некоторые подобные исчезновения привлекают к себе особенное внимание, потому что наполнены множеством тайн и загадок. В этом видео мы хотим рассказать о некоторых, действительно странных и таинственных исчезновениях людей по всему миру. 1. Американский перевал Дятлова или тайны пятерки из округа Юба. Загадочную смерть группы молодых людей из города Юба-Сити в 1978 году часто сравнивают с трагедией на перевале Дятлова, пожалуй, самым таинственным происшествием в отечественной истории. В обоих случаях имеется так много странных деталей, что их крайне трудно вписать в какую-то одну картину произошедшего. Давайте же попробуем разобраться, как все было на самом деле. Это дело чертовски странное. Заместителю шерифа округа Юба, Джеку Бичему, сложно отказать в лаконичности, но и упрекнуть его в склонности к преувеличениям также нельзя. Случившееся в конце февраля 1978 года в зоне его ответственности выглядит, действительно по меньшей мере странно. Пятеро молодых мужчин, возвращавшихся с баскетбольного матча в родной город, по дороге исчезли. Спустя несколько дней в горном лесу, в стороне, противоположное от нужного им направления, был обнаружен их пустой автомобиль в полностью рабочем состоянии. Останки же молодых людей нашли лишь летом, когда сошел снег, и обстоятельства, при которых это было сделано, еще больше озадачили детективов, расследовавших дело. Как погибшие оказались в глуши гор Сьерра-Невада? Из-за чего оставили машину? Почему не воспользовались едой и топливом лесного приюта, хотя имели возможность это сделать? Даже 45 лет спустя в этой истории вопросов больше, чем ответов, а родственникам, полиции и публике приходится довольствоваться предположениями той или иной степени достоверности. Пятерка из Юбы. В пятницу, 24 февраля 1978 года, из калифорнийского города Юба-Сити, расположенного в 60 километрах к северу от Сакраменто, столицы штата, выехал бирюзово-белый Меркьюри Монтега. За рулем находился 30-летний Джек Мадруга, а компанию ему в салоне составляла четверка его друзей и товарищей. Теодор Вейхер, Билл Стерлинг, Гэри Маттиас и Джеки Хьюитт. Всем им было от 24 до 31 года. Парни ехали в другой калифорнийский город Чико-Сити, где хотели посмотреть баскетбольный матч двух университетских команд. Несмотря на сезон, поездка не должна была быть сложной. Снега в долине Сакраменто не было, оба населенных пункта соединяло хорошее шоссе номер 70, и 80-километровое расстояние преодолевалось по нему за час. Сразу необходимо подчеркнуть, что объединяло молодых людей не только любовь к баскетболу. У всех у них были те или иные особенности психического развития. У Вейхерта, Стерлинга и Хьюита имелись, как их назвали бы сейчас, расстройства аутистического спектра, у Мадруги какого-то диагноза не было, но его IQ был низким, а Маттиас страдал шизофренией, что требовало постоянного приема целого комплекса лекарств. Ребята жили с родителями, но были достаточно самостоятельными, чтобы те их отпускали в такие поездки друг с другом. Двое из них, Мадруга и Маттиас, даже служили в армии, у них имелись водительские права. Время от времени они устраивались на работу. До Чика-Сити и спортивной арены местного университета, Пятерка из Юбы добралась удачно, посмотрела матч и затем отправилась в супермаркет Берс Маркет в трех кварталах от стадиона. Девушка-кассир хорошо запомнила эту группу, потому что парни приехали за несколько минут, до 22.00, времени закрытия магазина, что вынудило ее несколько отложить окончание рабочего дня. Они купили различных снеков на обратную дорогу, вишневый пирог Хостес, лимонный пирог Ленджендерф, один Сникерс и один батончик Моресен, две банки Пепси и несколько пакетов молока. Продавщица из Берс Маркет и стала последней, кто действительно видел эту пятерку живой. Утру родители невернувшихся ребят забили тревогу, но полицейские попросили подождать сутки с момента пропажи и только после этого приняли заявление об исчезновении и начали поиски. Естественно, сперва они концентрировались на районе предполагаемого маршрута машины. Шерифы совершенно не ожидали, что автомобиль в итоге будет найден совсем в другом месте. Спустя три дня, 28 февраля 1978 года, в полицию обратился рейнджер, лесничий, работавший в национальном лесу Пламос, который находится в северной части хребта Сьерра-Невада. Он сообщил, что видел похожий Меркьюри Монтега припаркованным на одной из проселочных дорог на территории парка. Это действительно оказалась машина Джека Мадруги, вот только ни самого водителя, никого бы то ни было из его друзей рядом не было. Зато перед шерифами сразу встало несколько загадок. Первой, и главной из них, был вопрос, как этот автомобиль вообще там оказался. Он стоял на горной лесной дороге, в 110 километрах, и примерно в двух с половиной часах езды от Чика-Сити, в совершенно другой стороне от Юбы, куда вроде бы должна была отправиться группа, после посещения магазина. Водители и пассажиры по какой-то причине съехали с шоссе, и в итоге оказались ночью в лесу на высоте, 1300 метров над уровнем моря, где лежали метровые сугробы. Машина при этом была открыта, одно из окон опущено, внутри находились обертки от купленных ранее снеков, пустые пакеты и банки от газировки. Ключей не было, но когда Меркьюри все-таки завели, она оказалась полностью в рабочем состоянии, а бензина в баке хватило бы для возвращения в цивилизацию. На ней не было никаких царапин, вмятин или других мелких повреждений, уместных при езде ночью, по находящейся в плохом состоянии лесной дороге. Следов исчезнувших парней рядом не нашли, поиски в ближайших окрестностях продолжались еще несколько дней, после чего прекратились из-за резкого ухудшения погоды. Находка тела новые загадки. Добавил таинственности и неожиданно найденный свидетель, некий 55-летний Джозеф Шон, житель Сакраменто. Вечером 24 февраля, в день исчезновения пятерки из Юбы, он приехал в национальный лес Пламос, чтобы осмотреть принадлежавший ему там домик, где мужчина собирался провести уикенд с семьей. Его Volkswagen Beetle застрял в снегу неподалеку от того места, где потом нашли Меркьюри Монтега Джека Мадруги. Мужчина был вынужден провести в машине ночь, из-за плохого самочувствия, потом выяснилось, что у Шона был сердечный приступ. При этом он утверждал, что ночью видел фары другого авто, слышал человеческие голоса, стихнувшие, когда Шон принялся звать на помощь. Скорее всего речь шла, как раз о пропавшей группе. Ее нашли лишь летом, когда в национальном лесу появились туристы. 4 июня группа мотоциклистов прибыла в небольшой приют из нескольких домиков, находящийся в 20 километрах от места, где обнаружили Меркьюри. Стекло в одном из них было выбито, а внутри лежал полуразложившийся труп, который позже идентифицировали как тело Теда Вейхара. На следующий день в нескольких километрах от приюта, ближе к точке с Меркьюри, на противоположных сторонах лесной дороги, нашли останки Джека Мадруги и Билла Стерлинга. Еще через три дня в нескольких сотнях метров, собственным отцом был найден Джек и Хьюитт. Останки Мадруги, Стерлинга и Хьюита сильно пострадали от диких животных. Последующие исследования показали, что все трое скончались от гипотермии, то есть переохлаждения. Ситуация с Вейхаром была более загадочной. Он лежал внутри дома, и судя по длине бороды, прожил после исчезновения еще от 8 до 13 недель, умерев в итоге от голода и той же гипотермии. Его нашли закутанным в 8 одеял, но с сильно обмороженными ногами, на которых уже начала развиваться гангрена. Обуви Вейхара на месте не было, зато в домике стояли кроссовки Матиаса. Забегая вперед, отметим, что тело Роберта Матиаса не найдено до сих пор. Судьба Теда Вейхара поставила следователей в тупик. Дело в том, что домики приюта были оборудованы всем необходимым, для выживания в течение нескольких месяцев всех пятерых парней, а не только одного человека. Запасов армейских рационов питания было более чем достаточно, но вскрыты были лишь 36 упаковок. Также имелся и баллон с пропаном, включив который Вейхар, получил бы не только возможность приготовления пищи, но и критически необходимое тепло, однако по какой-то причине тот всем этим не воспользовался. Он потерял почти половину собственного веса, который до исчезновения составлял 91 килограмм и, видимо, умер от голода в мучениях. Судя по всему, какое-то время компанию ему составлял Роберт Матиас. По крайней мере, банки с едой были вскрыты специальным армейским консервным ключом, навыками обращения с которым, прошедший через казарму Матиас обладал. Он же, по всей видимости, мог забрать ботинки Вейхара, оставив свои кроссовки, и уйти на поиски помощи. Дальнейшая его судьба остается неизвестной, он продолжает числиться пропавшим без вести. Однако это далеко не единственный вопрос, который беспокоил детективов тогда и продолжает беспокоить сейчас, как пятерка из юбы очутилась в горах. У парней была собственная баскетбольная команда, и на субботу 25 февраля была запланирована ее игра, которую вся группа очень ждала, и к которой готовилась. Но вместо скорейшего возвращения домой, они неожиданно оказываются в абсолютной глуши, после чего бросают автомобиль, идут по горным склонам еще несколько километров, замерзают по дороге, а те, кто все-таки добирается до жилья, еды и тепла, в итоге этим спасением не пользуются. Необъяснимость поведения пятерки не могла не вызвать сравнение с гибелью группы Дятлова в Уральских горах двумя десятилетиями ранее. Возможные версии. Подобные загадочные истории всегда вызывают повышенное внимание публики, не устающие генерировать самые разнообразные предположения насчет развития событий. Полиция и служба шерифов должны быть более аккуратны в предположениях, но тем не менее свои версии произошедшего существуют и у них. Естественно, из-за недостатка доказательств можно говорить лишь о возможных вариантах, в той или иной степени согласующихся с логикой. Увы, но скорее всего ключевым фактором в трагедии стали те самые особенности психического развития ребят, о которых говорилось выше. Да, они были относительно самостоятельны, но лишь в спокойной ситуации, при привычном распорядке жизни. В условиях стресса, форс-мажора, а в данном случае речь идет именно о них, растерянность, ошибочные решения увы более чем возможны. Самым сложным представляется ответ на вопрос, как пятерка оказалась в национальном лесу Пламас, так далеко от родного города. Полицейские обнаружили, что у Роберта Матиаса были друзья в маленьком городке Фарбстаун. Если сворачивать к нему с ведущего из Чика в Юбу шоссе и ошибиться съездом, то действительно можно попасть в горы Сьерра-Невада на ту дорогу, где в итоге был найден Меркьюри Монтега. Надо помнить, что никаких навигаторов в те годы не было, люди пользовались бумажными картами, и ориентироваться по ним, тем более ребятам с такими проблемами, было непросто. Другой момент, что в таком случае придется допустить, что в одиннадцатом часу ночи вместо возвращения домой и отдыха перед важным для них баскетбольным матчем группа, неожиданно принимает спонтанное решение съездить к друзьям, лишь одного из пятерки, которые их к тому же вовсе не ждали. Если такое допущение сделать, то дальнейшее развитие событий объясняется уже гораздо проще. Спустя два с половиной часа дороги пятерки, становится очевидно, что они заехали куда-то не туда. За окнами Меркьюри темно, лес, горы, снег, они останавливают машину и выходят из нее. Возможно в этот момент, включается фактор Джозефа Шона, лежащего в своем Volkswagen Beetle и зовущего на помощь. Подобные неожиданные крики в такой обстановке, могли спровоцировать испуг, панику и решение бросить автомобиль. Тем более далее по дороге уходили следы, проезжавшего там днем ранее ратрака, специального снегохода, лесничих. Возможно ребята решили, что где-то впереди их может ожидать помощь, и оставив Меркьюри, отправились далее по дороге, совершив тем самым смертельную ошибку. Их одежда и обувь не были рассчитаны на зиму на высоте, 1300 метров над уровнем моря, ведь они приехали из долины, из городов, климат в которых гораздо мягче горного. Несмотря на холод и обморожение, они почему-то продолжают идти вперед километр за километром. Первыми сдаются Мадруга и Стерлинг, которых потом обнаружат прямо на обочинах дороги. Затем не выдерживает Хьюитт. Вейхар и Матиас доходят до приюта, и видимо не понимают, что могут включить газовое отопление. Какое-то время они живут в домике, съедая найденные 36 банок армейского продуктового рациона, после чего Матиас, забрав обувь товарища, который из-за обморожения и гангрены уже не может ходить, отправляется за помощью и где-то также погибает. Вейхара ждет мучительная смерть от голода и холода, хотя запасов еды в приюте еще предостаточно. Конечно, это всего лишь предположение. Некоторые родственники пятерки были уверены в криминальном характере смерти своих родных, в том, что они стали чему-то невольными свидетелями и из-за этого пострадали. Подозрение вызывал и Матиас с диагностированной шизофренией и наличием в биографии эпизодов психоза и агрессии. Но он давно и достаточно аккуратно принимал необходимые лекарства, да и каких-то следов насилия на останках группы найдено не было. Скорее всего истина в этой истории не будет установлена уже никогда, а значит, внимание любителей подобных загадок, к случившемуся в горных лесах Северной Калифорнии, будет приковано еще долго. 2. Николь Моран. Восьмилетняя Николь Луиза Моран, 30 июля 1985 года находилась в своем доме в Торонто, вместе с матерью. Семья жила в престижном районе города Итобика, а их многоквартирный жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом, игровыми комнатами и охраняемой территорией считался абсолютно безопасным. Утром Николь сообщила маме, что хочет пойти к бассейну вместе со своей приятельницей, также проживающей в этом доме, и женщина согласилась. Родители девочки часто отпускали ее гулять на территории здания, будучи уверенными в том, что там не случится ничего плохого. Перед выходом Николь из квартиры, в домофон позвонила ее подруга и сообщила, что ждет в холле дома, путь до вестибюля составлял около трех минут, включая дорогу до лифта и спуск вниз. Примерно в 11 часов утра девочка вышла из квартиры и больше никогда не вернулась. Вечером того же дня в квартире матери Николь уже были полицейские. Детективы пытались восстановить цепочку событий, однако девочка словно испарилась. Моррен так и не встретилась с подругой, и никто из соседей не видел, заходила ли девочка в лифт. События того дня привели родителей Николь в состояние отчаяния, мать девочки самостоятельно опрашивала соседей, а отец посвятил всю свою жизнь поиску дочери. Арморрен бросил работу и основал оперативный штаб, использовал услуги частных детективов, назначал награды за информацию о местонахождении Николь, развешивал плакаты по городу и за его пределами, однако расследование не продвинулось ни на дюйм. В 2007 году мать девочки Жанет Моррен умерла от сердечного приступа, не выдержав неизвестности и депрессивного состояния, развившегося после исчезновения дочери. Это событие ранило бывшего супруга Жанет, но он нашел в себе силы продолжить дело своей жизни. Полиции были выдвинуты несколько официальных версий, в том числе и самостоятельный побег девочки из дома, в ее комнате нашли дневник, в котором была обнаружена странная запись, сделанная рукой Николь, «Я должна исчезнуть». Однако наиболее правдоподобными были версии о похищении девочки, детективы полагали, что среди возможных мотивов был сексуальный и религиозный. Некоторые свидетели утверждали, что в день исчезновения видели в здании неизвестную женщину. На основании их описаний был составлен фоторобот, но личность незнакомки так и не удалось установить. История исчезновения девочки легла в основу многих книг и научных работ, а добровольцы и отец Николь продолжают искать ее и по сей день. 3. Мэдлин Бэт Макан. История исчезновения трехлетней Мэдлин Бэт Макан является одним из самых громких нераскрытых дел о похищениях во всем мире. Мэдлин пропала из гостиничного номера в Португалии, 3 мая 2007 года, когда ее родители отлучились в ресторан, находящийся в 50 метрах от отеля, и до сих пор о ее местоположении ничего не известно. Сразу после получения сигнала о похищении, полиция Португалии приступила к поискам девочки. Детективы смогли восстановить цепочку событий, предшествующую пропаже, родители Мэдлин отправились ужинать, примерно в 20-30 вечера, но регулярно возвращались в апартаменты, чтобы проверить детей, вместе с Мэдлин в отеле находились также ее сестра Амели и брат Шон. Во время второго осмотра, который состоялся в 22.00, девочки уже не было в номере, и после этого след дочери Маканов теряется навсегда. Полиции удалось найти несколько свидетелей преступления, которые давали разные показания, что привело к путанице. Одни утверждали, что видели мужчину с ребенком на руках, около 21.15, что вызвало подозрения у детективов, относительно причастности родителей Мэдлин к ее пропаже. Однако гости ресторана позже подтвердили, что в это время Маканы находились в компании друзей. Другие очевидцы рассказали о том, что видели предполагаемого преступника, в 22.00, недалеко от апартаментов потерпевших. Мужчина, не похожий на простого туриста, нес на руках девочку, нервно озираясь вокруг. Позже выяснилось, что похожего человека видели и ранее, когда он парковал белый фургон у здания гостиничного комплекса, в котором жили Маканы. Чуть позже свидетели рассказали и о других странностях, происходивших на курорте за несколько недель до похищения Мэдлин. По словам очевидцев, группа мужчин регулярно появлялась на территории гостиничных комплексов, представляясь членами благотворительных организаций. Они якобы собирали пожертвования, при этом в то время на курорте участились случаи взлома номеров, а один из задыхающих сообщил, что застал преступника в своих апартаментах в момент, когда тот смотрел на детскую кроватку. К сожалению, свидетель не смог разглядеть его лицо. Несмотря на обилие различных версий, публика и представители прессы какое-то время терроризировали родителей Мэдлин, утверждая, что именно они причастны к исчезновению девочки. В 2008 году полиция официально опровергла эту версию, и семья получила материальную компенсацию, а также извинения от нескольких крупных изданий. Через некоторое время официальное расследование зашло в тупик, однако родители девочки не оставляли надежд найти ее. Они регулярно публиковали новые фотографии дочери, привлекали внимание СМИ и полиции, обращались за помощью к частным детективам. В 2010 году дело, получившее название «Операция Гранж», было возобновлено по указу Терезы Мэй и продолжается и по сей день, а родственники девочки верят, что она все еще жива. В 2013 году полицейские Великобритании и Португалия объединили усилия и совместно продолжили расследование, проверяя появляющиеся зацепки в загадочном деле пропавшей девочки. За годы расследования проверяли педофилов, которые могли находиться поблизости в день исчезновения, но версии не были подтверждены. В 2020 году полиция Британии вышла на след мужчины 43 лет, Кристиана Брюкнера, который сидел в тюрьме за насилие в отношении несовершеннолетнего. Подозрение Скотланд-Ярда вызвало то обстоятельство, что мужчина был в Португалии в день пропажи малышки, а после исчезновения девочки быстро переоформил свой трейлер на другое имя. В 2022 году Кристиан Брюкнер, по заявлению прокуратуры Португалии, признан подозреваемым. В данный момент полиция занимается доказательной базой. 4. Давид Герерро Гевара. 13-летний художник из испанского города Малага, Давид Герерро Гевара пропал 6 апреля 1987 года. Мальчика называли юным Пикассо, а его учителя и старшие товарищи отзывались о нем как о чрезвычайно талантливом и ответственном ребенке. За несколько дней до исчезновения одна из работ Давида была представлена на выставке в галерее Ламезон в Малаге, что сильно взбудоражило юного творца. Он был невероятно счастлив и взволнован в тот день, рассказывали родители Давида после его исчезновения. Работы талантливого художника отметила местная радиостанция, журналист которой предложил мальчику провести интервью. Давид согласился на беседу с представителем радиостанции и находился в озадаченном состоянии за день до этого. Его одноклассник рассказал, что мальчик отказывался от еды и жаловался на головную боль, а мать Давида сообщила, что дома он также не мог поесть, ссылаясь на нервозность перед интервью. 6 апреля в 18.30 Давид вышел из дома. В его планах было зайти в галерею, художественную школу, а после отправиться на интервью. Но вместо этого мальчик бесследно исчез, не появившись ни в одной из запланированных локаций. Первым пропажу сына обнаружил отец Давида, который пришел в художественную студию, чтобы сопроводить его на встречу с журналистом. Мужчина забил тревогу, и уже через час местные жители прочесывали улицы города в поисках юного художника, а через сутки к ним присоединилась и полиция. К сожалению, детективам и добровольцам не удалось найти ни одной зацепки или свидетеля, даже учитывая факт, что в тот день в город прибыла королева Испании София, и местные жители массово выходили на улицы, чтобы поприветствовать монарха. Детективы выдвинули несколько основных версий случившегося, среди которых было похищение, с целью использования художественных работ Давида, а также побег мальчика из семьи. Ни одна из них не получила подтверждения, поскольку в ходе расследования не было найдено ни одной улики, указывающей на правдоподобность той или иной версии. Расследование нашумевшего дела продолжалось вплоть до 2016 года, после чего Давида вынужденно признали умершим. Мать мальчика не готова была признать сына погибшим, но смерть ее супруга вынудила женщину пойти на этот шаг, чтобы избежать юридических сложностей с наследованием имущества. Сегодня его комната до сих пор остается нетронутой, а родственники Давида Герера Гевары все еще ждут его возвращения домой. 5. Эйприл Фаб. 13-летняя школьница из Великобритании пропала, 8 апреля 1969 года, и с тех пор ее местоположение остается неизвестным, несмотря на колоссальные усилия, приложенные британской полицией и родственниками девушки. Родители ей прилописывали дочь как застенчивого подростка, она любила проводить время с друзьями, хорошо училась и не стремилась к поиску опасных приключений. В день своей пропажи в планах девочки, значилась прогулка на велосипеде и встреча с двоюродной сестрой, но до дома родственницы она так и не добралась. 8 апреля, около 14.00 двое свидетелей обнаружили велосипед Эйприл на обочине одной из дорог в графстве Норфолк, но не стали сообщать о находке. Чуть позже проезжающий мимо автомобилист также обратил внимание на лежащий велосипед и отвез его в полицейский департамент, после чего в графстве началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Соединенного Королевства. В ходе расследования были осмотрены около 400 домов и опрошено более тысячи свидетелей, но никто не мог рассказать о случившемся, Эйприл буквально испарилась по пути к сестре. Чуть позже детективы выдвинули версию, согласно которой девушка могла стать жертвой серийного убийцы и насильника Роберта Блэка, но тот отрицал свою вину, и полиция не нашла убедительных доказательств для объединения этих дел. Расследование таинственного исчезновения Эйприл Фаб продолжалось, вплоть до 2010 года, однако, как и в других сегодняшних историях, оно не принесло результатов. Сегодня исчезнувшая девочка все еще числится пропавшей без вести, а ее родные не теряют надежды увидеть ее снова. 6. Мора Мюррей. Студентка университета Массачусетса в Амхорсте. Мора Мюррей, бесследно исчезла, 9 февраля 2004 года, и дело о ее пропаже, является одним из самых загадочных в истории США. Мора Мюррей была типичной американской студенткой, девушка любила вечеринки, общалась с друзьями и подрабатывала в университетском кампусе. В ее жизни не было серьезных проблем, которые могли бы стать причиной ее исчезновения, а родственники и приятели Моры, описывали ее как жизнерадостную и веселую девушку. Все изменилось за несколько дней до ее пропажи. 5 февраля один из преподавателей университета, заметил Мору, сидящую в коридоре учебного заведения в слезах. Девушка рассказала, что говорила по телефону с сестрой Кейтлин, которая страдала от алкоголизма и вновь вернулась к пагубной привычке после лечения в клинике. Расстроенная Мюррей уверила преподавателя, что с ней все будет хорошо, и ушла в свою комнату. На следующий день Мора отправилась на вечеринку, после которой попала в серьезную аварию на машине своего отца, но к счастью сама девушка не пострадала. Дальнейшие события, происходившие в ее жизни, неизвестны, а в следующий раз она вышла на связь уже в день своего исчезновения. В 13.00 9 февраля Мора отправила своему возлюбленному сообщение, в котором говорилось, что девушка сейчас не хочет обсуждать никакие личные вопросы. Через полчаса Мюррей отправила еще одно сообщение, девушка написала своим преподавателям, что ее не будет в университете в течение недели, поскольку у нее умер родственник. Как стало известно позже, в семье Мюррей никто не умирал. Около 19.00 одна из жительниц городка Вуцвиль в штате Нью-Гэмпшир услышала громкий звук. Выглянув в окно, женщина увидела машину, попавшую в серьезную аварию, после чего она немедленно позвонила в транспортную службу. Параллельно с этим к автомобилю, попавшему в ДТП, подъехал автобус, водитель которого увидел за рулем женщину, без видимых травм, однако в крайне беспокойном состоянии. Мужчина предложил ей вызвать полицию, но девушка, которой была Мором Мюррей, уверила его, что уже позвонила в дорожную службу. В 19.49 на место аварии прибыли полицейские, однако на дороге они обнаружили пустой автомобиль. Детективы не смогли получить ни одной зацепки, которая указывала бы, куда исчезла Мора после ДТП, а свидетели утверждали, что ничего не видели. В машине Мора нашли противозачаточные таблетки, несколько закрытых бутылок алкоголя и документы на ее имя. Расследование пропажи Мюррей длилось долгие годы и продолжается по сей день, а отец девушки искренне надеется, что Мора жива. Но в этом загадочном деле существует больше вопросов, чем ответов, в том числе, куда направлялась Мора Мюррей 9 февраля 2004 года и почему она не хотела, чтобы полиция помогла ей после ДТП. 7. Ричи Джеймс Эдвардс Музыкальные фанаты, возможно, слышали об этой истории. Ричард Джеймс Эдвардс, больше известный как Ричи, был автором песен и гитаристом группы Manning Street Preachers. Их карьера была на взлете, и Ричи должен был лететь в промо-тур по США с солистом группы Джеймсом Дином Брэдфилдом. Но в аэропорту он так и не появился. Как выяснилось позднее, Ричи две недели подряд снимал со своего банковского счета по 200 фунтов в день, таким образом набрав ко дню исчезновения 2800 фунтов. Кроме того, он раздарил кучу подарков родным и друзьям. В день исчезновения он взял с собой бумажник, ключи от машины и пачку антидепрессантов, и съехал из отеля в 7 утра, оставив там практически все свои вещи. Через 17 дней его машина была обнаружена, недалеко от Севернского моста, место, излюбленного британскими самоубийцами. Однако по заявлениям друзей, Ричи скептически относился к самоубийцам и не раз говорил, что никогда не сделает такого шага. Так что знавшие Ричи в версию самоубийства не верят. Однако других версий его исчезновения до сих пор нет. 8. Гарольд Холт. Пропажа лидера крупного демократического государства, это дело из ряда вон выходящее. Между тем, именно это случилось в Австралии, в декабре 1967 года, когда премьер-министр страны Гарольд Холт исчез при странных обстоятельствах. Отдыхая с друзьями на пляже Шевиот-Бич, он пошел купаться, и заплыв достаточно далеко, пропал из виду своей компании. Больше его никто никогда не видел, на океане было сильное волнение, но Холт был очень сильным пловцом, привыкшим к океанским волнам. Для поиска премьер-министра была организована самая масштабная спасательная операция в истории Австралии. В ней участвовали полицейские, водолазы военно-морских сил страны, солдаты, вертолеты и местные волонтеры. Но все они не обнаружили и следа премьер-министра. Через два дня у правительства не оставалось выбора. Оно объявило Холта погибшим и назначило на его место заместителя. Наиболее достоверная версия гласит, что у Холта неожиданно случился сердечный приступ или судорога, и он утонул. 9. Спрингфилдская троица. Это произошло в городе Спрингфилд, 7 июня 1992 года. 19-летние подруги Сюзанна Стриттер и Стейси Маккол окончили школу и отлично провели время на вечеринке в честь вручения аттестатов. После праздника, примерно в 2 часа ночи, девушки отправились домой к Сюзанне, где в тот момент находилась ее мать Шерил Левит. Больше их никто не видел. Первой пропажу обнаружила знакомая, девушек Жанель Кирби, которая заглянула в дом вместе со своим бойфрендом. Недавние школьники собирались провести день в аквапарке, но Сюзанна и Стейси не выходили на связь. По словам Жанель, дверь была не заперта, абажур фонаря над крыльцом оказался разбит, хоть лампочка и уцелела. В доме никого не оказалось, кроме аркширского терьера, принадлежавшего Сюзане и ее маме. Пес был очень возбужден. Изначально Жанель и ее парень не подумали, что случилось что-то серьезное. Они даже безо всякого злого умысла смели стекло от разбитого абажура с крыльца, возможно уничтожив тем самым часть улик. В итоге тревогу забила миссис Маккол, которая уже продолжительное время никак не могла связаться с дочкой. Она наведалась в дом стритеров и нашла кошелек и одежду Стейси. Миссис Маккол прослушала автоответчик и, по ее словам, обнаружила очень странное сообщение, но случайно стерла запись. В полицию о происшествии сообщили спустя 16 часов после исчезновения. Стражи порядка не обнаружили в доме никаких следов борьбы. Следствие по делу находилось в тупике до 2007 года, когда был задержан закоренелый преступник Роберт Крейг Кокс, сообщивший, что знает кое-что об исчезновении Спрингфилдской троицы. Следователи выяснили, что в 1992 году Кокс жил в одном городе с пропавшими и действительно может что-то знать или быть причастным к исчезновению. Однако сам Кокс заявил, что расскажет все, что знает, только после смерти своей матери. До сих пор дело не раскрыто. 10. Зеп Квинн. В январе 2000 года 18-летний Зеп Квинн, вместе со своим приятелем, Робертом Джейсоном Оуэнсом, отправился присмотреть новую машину. Они ехали на двух авто, но по дороге Квинн внезапно остановился. Сообщив Оуэнсу, что получил срочный звонок и что осмотр авто отменяется, он развернулся и поехал обратно. Больше его не видели. Два дня спустя Квинн позвонил на работу, сказавшись больным, но начальник мог поклясться, что слышит голос Оуэнса. Как выяснилось, звонок Оуэнсу был сделан из дома его тети, но в тот момент хозяев дома не было, и никто из них, как они заявили, ему никаких сообщений не отправлял. Машину Квина нашли две недели спустя с разрисованным задним стеклом и живым щенком на заднем сидении. Квина так и не нашли, зато Оуэнс 15 лет спустя вновь оказался замешанным в уголовную историю, будучи обвиненным в убийстве семейной пары. Полиция считает, что Квина убил именно Оуэнс, но ни доказательств, ни следов найти так и не удалось. 11. Дети Бомонд. В 1966 году, трое детей семейства Бомонд из Южной Австралии, одни отправились к морю без взрослых. В этом не было ничего необычного, пляж был совсем рядом, и они неоднократно ходили туда одни. Но в этот раз 9-летняя Джейн, 7-летняя Арна и 4-летний Грант не вернулись домой. Ближе к вечеру родители забили тревогу. Как рассказали свидетели, в последний раз детей видели, оживленно беседующими с каким-то незнакомцем со светлыми волосами, который дал им денег на сладости. Это было странно, поскольку Джейн была очень застенчива и никогда не разговаривала с незнакомцами. В результате, детей так и не нашли. 12. Амброс Бирс. Амброс Бирс был писателем и журналистом с оригинальным чувством юмора, и странные обстоятельства его исчезновения, как нельзя больше соответствовали его характеру. В 1913 году 71-летний Бирс уехал из Вашингтона, собираясь провести турне по местам боев гражданской войны. Больше в США его не видели. Многие считают, что он тайно уехал в Мексику и присоединился к отрядам Панча Вилли, чтобы стать хроникером начинающейся революции. Но знакомые Бирса возражают, по их словам, Бирс презирал Панча Вилли и вряд ли захотел бы вступить в его войско. Тем не менее, легенды о Бирсе ходят и среди мексиканцев, которые считают, что он действительно участвовал в революции и был убит расстрельной командой в городе Сьерра-Махадо. Впрочем, ни одна из этих версий не нашла своего подтверждения, и каким стало окончание жизни Амброза Бирса, до сих пор никому неизвестно. 13. Дети Содер. Пятеро детей Содер, Морис, 14 лет, Марта, 12, Луис, 9, Дженни, 8, и Бетти, 5, исчезли из собственного дома при самых загадочных обстоятельствах. Однажды родители разрешили пятерым старшим детям поиграть подольше, после того, как младшие уже ушли спать. Дело было накануне Рождества, 1945 года. Дети играли наверху. Ближе к полуночи мать услышала странный телефонный звонок, который, как ей показалось, сорвался. Еще через час, услышав сверху какие-то странные звуки, она пошла посмотреть в чем дело, и с ужасом поняла, что дом горит. Родители с пятью младшими детьми быстро вышли из дома и стали искать лестницу, чтобы спасти старших, но лестница, которая всегда стояла у стены дома, исчезла. Позднее ее нашли на некотором отдалении от дома. Тем временем пламя охватило весь дом. Родители думали, что старшие дети погибли в огне, но их останков в доме обнаружено не было. С тех пор в этом деле было сделано лишь два открытия, каждая из которых лишь запутывала его. Несколько лет спустя на территории недалеко от дома, были найдены кости молодого человека, но следов пожара на них не было. А через два с лишним десятилетия, в 1968, в адрес семьи, пришло письмо с фото молодого человека, подписанным «Луис Содер». Больше о судьбе детей Содер, никому ничего не известно. 14. Лория Байбла и Эшли Фримен. В 1999 году, две шестнадцатилетние подружки, праздновали день рождения одной из них, Эшли. По этому поводу Лория осталась у Эшли ночевать. В шесть утра в доме начался пожар. Несмотря на усилия пожарных, дом выгорел дотла. Но останков девочек там не было. На месте пожарища, были обнаружены лишь останки матери Эшли, а затем и ее отца. Что же случилось с девочками, так и осталось загадкой. Известно, что у семьи Эшли были проблемы с законом, так, отец Эшли торговал запрещенными веществами, а за полгода до происшествия ее брат был застрелен при попытке, скрыться от полиции, и его родители жаждали мести. Поэтому некоторые друзья семьи выдвинули предположение, что в деле замешаны полицейские, которые решили уничтожить доказательства своей вины в смерти брата Эшли, а Лория всего лишь стала случайной жертвой. Быть может, случившееся связано с так сказать бизнесом отца, а может, девочки сами подожгли дом и пустились в бега, кто знает. Ни одного доказательства хотя бы одной версии пока найти не удалось. 15. Бриана Мэйтланд 17-летняя Бриана Мэйтланд исчезла в Вермонте в 2004-м. После полуночи она ушла с работы домой, но дома так и не появилась. Четыре дня полиция не открывала дело, полагая, что Бриана загуляла с друзьями или поехала подработать, девушка трудилась на двух работах, чтобы оплатить обучение в колледже. Через несколько дней ее машина была найдена в заброшенном амбаре, внутри и вокруг нее были разбросаны вещи Брианы. На машине были обнаружены повреждения, по заявлениям экспертов, полученные при неаккуратном заезде в амбар. Родители девушки рассказали, что она баловалась запрещенными веществами с какими-то приятелями, но не страдала серьезной зависимостью. Это все, что известно на сегодняшний день об исчезновении Брианы Мэйтланд, и несмотря на усилия полиции, пролить свет на это дело так и не удалось. 16. Маргарет Киллкойн. Маргарет Киллкойн не была молодой ветренницей. Она была женщиной в годах, кардиологом, уважаемым специалистом, более того, накануне своего исчезновения она сделала значительное открытие. В день, когда Маргарет пропала, она пошла в магазин и купила продукты для шикарного ужина на три персоны, потратив 650 долларов на еду и 250 долларов на алкоголь. Больше ее никто не видел, когда на следующее утро брат пришел за ней, чтобы по традиции, вместе пойти в церковь, он обнаружил ее машину в гараже, а пальто и сапоги, в гардеробе. На улице, между тем, было очень холодно, так что Маргарет не могла уйти из дома, без теплой верхней одежды. Через несколько дней вместе, до этого уже обысканном полицией, был обнаружен паспорт Маргарет, ее бумажник со 100-долларовой бумажкой внутри, чековая книжка и летние сандалии. Все было аккуратно сложено в стопку. Брат Маргарет утверждал, что у нее был стресс, и предполагал, что она утопилась в океане, но знакомые утверждали, что это вряд ли возможно, ведь она была очень рада своему открытию и надеялась, что оно будет вознаграждено. Истинная судьба Маргарет Киллкойн, до сих пор остается загадкой. 17. Мачико Митсунага. Последний день Мачико Митсунаги, жительницы японского города Аито, давно расписан полицией по минутам. Утром она забрала дочь из школы, потому что у той болел зуб. Она отвезла дочь к зубному, заехала за продуктами в супермаркет, затем забрала дочь от врача и отвезла ее обратно в школу, а сама поехала домой. Когда ее родные вернулись, они обнаружили, что машина Мачико стоит у дома, а ее самой нигде нет. Полицейские поиски не дали результатов. Однако вскоре после происшествия супружеская пара Ваити была забита до смерти, а преступник так и не был найден. А еще через несколько дней женщина, оставившая ребенка в машине, не обнаружила его, когда вернулась. Маньяк Изоид и надолго стал кошмаром окрестностей. Его так и не нашли, однако и преступления на этом прекратились. При этом судьба Мачико Митсунаги так и осталась неизвестной. 18. Джозеф Форс Крейтер. 41-летний Джозеф Форс Крейтер был судьей. Летом 1930-го он отдыхал с женой в штате Мэйн. Однако по срочному делу он был вынужден вернуться в Нью-Йорк. По крайней мере, так он сказал жене. На самом же деле Крейтер улетел в Атлантик-Сити со своей любовницей Салли Лурици. Лишь после этого он поехал в Нью-Йорк. Он обещал жене вернуться в Мэн к 9 августа, ее дню рождения. 6 августа он провел два часа в своем служебном кабинете, уничтожая документы, затем попросил секретаря обналичить для него чеки на 5150 долларов. Потом он пошел на Бродвей и купил билет на спектакль. После спектакля он поужинал с любовницей и приятелем, в половине 10 вечера сел в такси, и больше его никто не видел. Тревогу подняли в конце августа, когда он не явился к началу судебных слушаний. Упорные поиски так и не дали результатов. Дело Крейтера до сих пор остается одним из самых старых неразрешенных случаев исчезновения людей в США. 19. Беннингтонский треугольник. Такое странное название получили леса, расположенные вокруг горы Гластенбори, в округе Беннингтон американского штата Вермонт. В этом месте, как и в знаменитом Бермудском треугольнике, без следа пропадают люди. Известно как минимум о пяти американцах, исчезнувших в Беннингтонском треугольнике и не оставивших никаких следов. Первое исчезновение произошло в 1945 году. 74-летний лесничий Миди Риверс в компании четырех охотников пробирался по лесу, между туристической тропой и автомобильной дорогой. В какой-то момент Риверс ушел немного вперед, и спутники потеряли его из виду. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. По словам охотников, заплутать опытный лесничий просто не мог. Спустя год в этом лесу пропала 18-летняя второкурсница Пола Уильден. Девушка отправилась прогуляться по туристической тропе Лонгтрейл, но так и не вернулась. Пола была дочерью знаменитого архитектора, поэтому ее пропажа стала поводом организовать до тех пор, не существовавшие подразделения полиции штата Вермонт. До 1947 года поиски вели следователи из Нью-Йорк, Массачусетс и Коннектикута, даже подключилась в ФБР. Почти никаких следов девушки найдено не было. Хотя позже появился подозреваемый, один из местных жителей, который, судя по слухам, однажды в пьяном угаре признался, что осведомлен, куда подевалась девушка. Однако так как тело Полы так и не нашли, суда над этим человеком не было. Спустя три года после этого произошло, пожалуй одно из самых загадочных исчезновений, в Беннингтонском треугольнике. Джеймс Тетфорд возвращался на автобусе домой от родственников. Последний раз его видели на заднем сидении автобуса, где остались его вещи и раскрытая брошюра с расписанием движения транспорта. Это было на предпоследней остановке маршрута. Однако на конечную Джеймс так и не приехал. Что с ним произошло и как это возможно, никто не знает до сих пор. По данным полиции, за последние 50 лет в районе Беннингтонского треугольника пропал только один человек, поэтому сегодня его можно назвать спокойным местом. Через год после исчезновения Джеймса Тетфорда, на территории Беннингтонского треугольника пропал 8-летний Пол Джеффсон. Он ехал в грузовике вместе со своей матерью. В какой-то момент женщина остановила машину и отвлеклась на несколько секунд. Этого времени было достаточно для того, чтобы мальчик успел испариться. Добровольцы и полицейские прочесали весь лес в поисках пола, но не нашли никаких зацепок. При том, что мальчик был одет в ярко-алую куртку, заметить которую проще простого. Через 16 дней после этого в Беннингтонском треугольнике пропала 53-летняя Фрида Лэнгер, отправившаяся в поход вместе со своим двоюродным братом. Она упала в ручей и промокла, из-за чего на время оставила спутника и направилась в кемпинг, чтобы переодеться. Больше ее никто не видел. На этом случае загадочных исчезновений в Беннингтонском треугольнике заканчиваются. 20. Аннет Сейджерс. 21 ноября 1987 года в полицию поступило заявление о пропаже Корина Сейджерс-Малиноски, 26-летней жительницы округа Беркли, штат Южная Каролина. Девушка в тот день не явилась на работу. Ее машину нашли припаркованной напротив плантации Маунт-Холли. Но это не самая странная часть истории. Почти год спустя, утром 4 октября 1988 года, 8-летняя дочь Корины, Аннет Сейджерс, вышла из дома и направилась к остановке, куда через пару минут должен был прибыть школьный автобус. Остановка располагалась как раз напротив плантации Маунт-Холли, где был обнаружен автомобиль ее пропавшей матери. Очень странно, но когда прибыл школьный автобус, Аннет исчезла. Возле остановки была найдена записка со словами папа, мама вернулась, обними за меня братиков. Эксперты установили, что почерк принадлежал маленькой Аннет. Они не обнаружили никаких признаков того, что девочка писала записку под принуждением. По мнению некоторых людей, Корина решила вернуться и забрать с собой Аннет. Однако дома она оставила двоих сыновей, и с тех пор о ней не было никаких известий. В 2000 году в полицию позвонил неизвестный человек и сообщил о том, что тело Аннет захоронено в округе Сантер, однако таинственная могила никогда найдена не была. Расследованием дела об исчезновении Аннет Сейджерс занимался шериф округа Беркли. Оно по сей день остается нераскрытым. 21. Бенджамин Баттерст. В ночь на 25 ноября 1809 года британский дипломатический представитель Бенджамин Баттерст возвращался из Вены в Лондон. По пути он остановился в деревне Перлиберг, недалеко от Берлина, чтобы поесть и дать отдохнуть своим лошадям. После того, как он сытно пообедал, ему сообщили, что лошади готовы снова отправляться в путь. Баттерст извинился, и сказал своему помощнику, что будет ждать его в карете. Через несколько минут помощник очень удивился, когда, открыв дверцу кареты, не обнаружил в ней Баттерста. Куда он подевался, никто понятия не имел. В последний раз Баттерста видели, когда он прогуливался возле входной двери гостиницы. Следов его пребывания во дворе обнаружено не было. Он просто исчез. Поскольку Баттерст имел дипломатический статус, были организованы его поиски. Полиция со служебными собаками обыскала лес, проверила каждый дом в округе и даже исследовала дно реки Штипенец, однако ничего не обнаружила. Позднее в уборной было найдено пальто, которое, как полагают, принадлежало Бенджамину Баттерсту. При повторном поиске в лесу были обнаружены штаны дипломатического представителя. Этот случай произошел во время наполеоновских войн. Люди стали поговаривать, что господина Баттерста похитили французы. Как сообщается, сам Наполеон Бонапарт отрицал причастность к исчезновению британского дипломатического представителя и утверждал, что понятия не имеет, где он находится. Император даже предложил свою помощь в поисках пропавшего. Несмотря на все усилия полиции, больше никаких вещей и следов Баттерста обнаружено не было. Он попросту исчез. 22. Исчезновение известной светской львицы Дороти Арнольд. В 1910 году город Нью-Йорк шокировало известие об исчезновении 24-летней светской львицы и богатой наследницы Дороти Арнольд. Девушка была начинающей писательницей, чьи первые два рассказа не были одобрены издателями. Общественность восхищалась красотой Дороти и надсмехалась над ее амбициями. Утром 12 декабря 1910 года юная красавица ушла из дома, сказав матери, что хочет присмотреть себе новое платье для предстоящего бала. Как утверждали свидетели, она купила одну книгу и полфунта шоколада, после чего отправилась на прогулку в Центральный парк. Больше ее никто не видел. Дороти Арнольд была нью-йоркской знаменитостью. Как могло произойти так, что она просто исчезла без следа? Еще более странным кажется то, что ее родители поначалу скрывали факт пропажи дочери, придумывая различные отговорки для любопытных друзей. По всей видимости, они хотели избежать скандала. Об исчезновении Дороти Арнольд стало известно лишь спустя шесть недель. Люди поговаривали, что девушка вела двойную жизнь и планировала сбежать в Европу. Тем не менее, доказательств, подтверждающих данную версию, обнаружено не было. 23. Исчезнувшее племя с озера Ангикуни. Озеро Ангикуни находится в сельской местности Канады, недалеко от реки Казан. В начале 1900-х годов здесь проживало племя инуитов, которое бесследно исчезло ноябрьским вечером 1930 года. Это были гостеприимные люди, которые дружелюбно относились к путникам, предлагая им горячую еду и ночлег. К ним часто наведывался канадский охотник Джо Лабель. В ту ночь, когда Лабель снова пришел к озеру Ангикуни, сияла полная луна, которая озаряла своим ярким светом всю деревню. Кругом стояла необыкновенная тишина. Молчали даже лайки, которые обычно шумно реагировали на гостей. В деревне не было ни души. В центре постепенно догорал костер. Рядом с ним лежал котелок. Видно, кто-то собирался готовить сытный ужин. Лабель осмотрел несколько домов в надежде найти того, кто бы мог объяснить, что здесь произошло. Но ничего, кроме запасов продовольствия, одежды и оружия, он не обнаружил. Племя, состоявшее из 30 мужчин, женщин и детей, исчезло без следа. Если бы они решили уйти, то наверняка взяли бы с собой продовольствие и снаряжение. Также Лабель обнаружил, что все лайки сдохли, по всей видимости, от голода. Лабель сообщил о загадочном исчезновении канадским властям, которые направили следователей к озеру Ангикуни. Они нашли свидетелей, которые утверждали, что видели в небе над озером большой неопознанный объект. Следователи также установили, что поселение было заброшено около восьми недель назад. Если это правда, то почему лайки так быстро сдохли от голода и кто оставил костер, который обнаружил Лабель. Тайна исчезновения целого племени инуитов остается неразгаданной до сих пор. 24. Исчезновение дедерицы. Одно дело, когда кто-то исчезает, не оставив никаких следов, другое, когда человек просто растворяется в воздухе на глазах у изумленных свидетелей. Именно это и произошло в 1815 году. Все началось, когда мужчина по имени дедерицы, нарядился в одежду своего босса, который умер от инсульта, надел парик и отправился в банк, чтобы попытаться снять деньги со счета покойного. Разумеется, план провалился. Дедерицы поймали и приговорили к 10 годам тюремного заключения. Срок он должен был отбывать в прусской тюрьме, в Эйксельменде. Согласно тюремным записям, когда дедерицы вместе с другими заключенными вывели во двор на прогулку, начало происходить нечто странное, его тело постепенно становилось прозрачным. В конечном счете, он в буквальном смысле растворился в воздухе, оставив после себя пустые железные кандалы. Это произошло на глазах у изумленных заключенных и охранников. На допросе все свидетели говорили одно и то же. Дедерицы постепенно становился невидимым, пока просто не исчез. Не в состоянии рационально объяснить, что произошло, тюремные власти закрыли дело и сочли произошедшие Божьей волей. Больше дедерицы никто не видел. 25. Луи Лепренс. 16 сентября 1890 года французский изобретатель Луи Лепренс сел в поезд, следовавший из Дижона в Париж. Свидетели видели, как Лепренс проверил багаж и занял свое место в купе. Когда поезд прибыл в столицу, Лепренс не вышел на конечной станции. Проводник, подумав, что Лепренс просто уснул, решил проверить его купе, которое, к всеобщему удивлению, оказалось пустым, ни изобретателя, ни его багажа в нем не было. Обыск всего поезда не дал никаких результатов. Лепренс исчез бесследно. Пассажиры утверждали, что изобретатель не покидал своего купе во время путешествия. Поскольку поезд следовал от Дижона до Парижа без остановок, Лепренс не мог сойти с него раньше. Более того, окна в его купе были закрыты и заперты изнутри. В пути, по словам пассажиров и проводников, никаких инцидентов не происходило. Лепренс словно в воздухе растворился. Интересно, что Луи Лепренсу удалось запечатлеть на пленку движущееся изображение при помощи камеры с одним объективом, которую он сам изобрел. Проще говоря, Лепренс изобрел кинематограф. Он собирался поехать в Америку, чтобы запатентовать свое изобретение. Это было задолго до того, как Томас Эдисон получил всеобщее признание. Исчезновение Лепренса расчистило путь для Эдисона. 26. Чарльз Ашмор. В ноябре 1878 года, 16-летний Чарльз Ашмор вышел из своего дома в Куинсе, штат Иллинойс, чтобы набрать воды из близлежащего колодца. Он долго не возвращался, поэтому его отец и сестра начали всерьез беспокоиться о нем. На улице было холодно и скользко, и с Чарльзом могло случиться что-то плохое. Они пошли по его следам, которые внезапно прервались, примерно в 75 метрах от колодца. Они крикнули его имя, однако ответа не последовало, на снегу не было никаких признаков падения. Все выглядело так, будто Чарльз Ашмор просто растворился в воздухе. Спустя 4 дня мать Чарльза пошла за водой к тому же колодцу. Вернувшись домой, она утверждала, что слышала голос сына. Она обошла весь район, однако Чарльза не нашла. Другие члены семьи также утверждали, что периодически слышали голос Чарльза, однако они не могли разобрать слов, которые он им говорил. Последний раз это произошло в середине лета 1879 года и больше подобное не повторялось. 27. Марта Райт. В 1975 году Джексон Райт и его жена Марта проезжали через тоннель Линкольна в Нью-Йорке. Пара решила притормозить и вытереть конденсат со стекол. Пока Джексон занимался лобовым стеклом, Марта вышла из машины, чтобы вытереть заднее стекло. Буквально через пару секунд после этого она исчезла. Джексон не слышал и не видел ничего подозрительного. В тоннеле больше не было машин. Если бы Марта решила убежать, он бы все равно ее заметил. Изначально полиция скептически отнеслась к его показаниям, однако тщательно осмотрев место происшествия и не найдя никаких доказательств, исключила версию о том, что он мог убить свою жену. 28. Джин Спенглер. Джин Спенглер была одной из малоизвестных актрис, которые мечтали о карьере в Лос-Анджелесе. Она была красива, однако не имела успеха, о котором так мечтала. Джин снималась в основном в эпизодических ролях. Самой известной картиной, в съемках которой она приняла участие, стал фильм Трубач, 1950 год, режиссера Майкла Кертиса. В октябре 1949 года Джин отправилась на встречу с бывшим мужем, и больше ее никто не видел. Два дня спустя полиция нашла ее сумочку, внутри которой лежала записка Кирк, «Я больше не могу ждать. Я собираюсь на прием к доктору Скотту. Все получится. Надо успеть, пока матери нет дома». Никто не знал, о каком Кирке шла речь. История получила широкую огласку. Была выдвинута масса версий, однако все они оказались необоснованными. Дело зашло в тупик. Единственным Кирком, которого удалось найти в окружении Джин, был знаменитый актер Кирк Дуглас. Он снимался в фильме «Трубач» вместе со Спенглер. Тем не менее, Дуглас категорически отрицал свою причастность к исчезновению Джин. Следователи также вышли на доктора Кирка, гинеколога, который, по странному стечению обстоятельств, исчез таинственным образом за несколько недель до того, как пропала Спенглер. Однако никаких доказательств, связывающих его с актрисой, обнаружено не было. Другая версия вращалась вокруг двух бандитов, которые исчезли примерно в одно время с Джин. За несколько недель до инцидента их видели на вечеринке в компании Спенглер. Тем не менее, конкретной связи между исчезновениями выявлено не было. Что на самом деле произошло с Джин, остается только догадываться. 29. Джеймс Уорсон. Шел 1873 год. Джеймс Уорсон, сапожник из Лиммингтон-спа, Англия, весело проводил время со своими друзьями в местной таверне. В ходе беседы он заявил, что сможет без остановок пробежать всю дорогу до Ковентри, целых 25 километров. Его друзья решили поспорить с ним, поскольку мало верили в то, что он способен осуществить такой подвиг. Чтобы исключить возможность обмана, они следовали за Уорсоном на повозке, запряженной лошадьми. Уорсон пробежал несколько километров без каких-либо проблем. Когда его друзья начали сомневаться в том, что им позволят выиграть пари, Уорсон неожиданно споткнулся обо что-то на дороге. Свидетели утверждают, что видели, как Уорсон наклонился вперед, однако на землю он так и не упал, поскольку в следующее мгновение таинственным образом исчез у всех на глазах. Друзья Уорсона связались с местной полицией и объяснили всю ситуацию. На месте происшествия был проведен обыск, однако ничего подозрительного полицейские не обнаружили. Сапожник Джеймс Уорсон словно в воздухе растворился. 30. Тайна дирижабля Л-8. Во время Второй мировой войны дирижабли использовались для патрулирования прибрежных районов и выявления вражеских подводных лодок. 16 августа 1942 года экипажу дирижабля Л-8, Эрнесту Коди и Чарльзу Адамсу, поручили выполнять одну из таких миссий. Они должны были совершить полет над Фаролоновыми островами, в 50 километрах от побережья Сан-Франциско, а затем вернуться на базу. Оказавшись над водой, экипаж Л-8 сообщил о том, что предположительно обнаружил место разлива нефти и направляется туда для расследования. По пути дирижабль был замечен двумя кораблями и авиалайнером компании ПНМ. Еще один свидетель утверждал, что видел, как Л-8 стремительно набирал высоту. Примерно через час дирижабль приземлился на каменистый берег Дейли-Сити, после чего снова улетел в небо. Затем Л-8 упал на одну из оживленных улиц города. Спасатели поспешили к месту падения, однако были потрясены, когда увидели, что кабина пуста. Оборудование было исправным. Парашюты и спасательные плоты были на месте. Отсутствовали только спасательные жилеты, однако члены экипажа часто надевали их, когда пролетали над водой. Призывы о помощи по радио не поступали. Эрнест Коди и Чарльз Адамс исчезли без следа. 31. Исчезновение F-89. В ноябре 1953 года радар американских военно-воздушных сил зафиксировал неизвестный объект, который вторгся в воздушное пространство США над озером Верхнее. На его перехват был отправлен истребитель Норсраб F-89 Скорпион с лейтенантами Феликсом Монклой и Робертом Уилсоном на борту. Операторы наземных радаров сообщили, что сначала Монкла пролетел высоко, на целью на скорости 800 км в час, а затем спустился вниз и вплотную приблизился к объекту. Далее произошло нечто необычное, две точки на экране радара стали одной. Истребитель F-89С слился с неизвестным объектом, который после этого покинул этот район и исчез. Были проведены тщательные поиски, однако обнаружить какие-либо следы самолета F-89С так и не удалось. 32. Исчезновение Фредерика Валентича. В октябре 1978 года молодой летчик по имени Фредерик Валентич осуществлял учебный полет на Cessna 182L вдоль побережья Басова пролива, Австралия. Внезапно он заметил, что его преследует неизвестный объект. Он сообщил об этом управлению воздушным движением в Мельбурне, которое настаивало на том, что в его окрестностях больше нет никаких самолетов. Когда объект вплотную приблизился к Валентичу, он, рассмотрев его, сообщил, этот странный самолет снова завис надо мной. Он висит. И это не самолет. Затем последовали несколько секунд белого шума, и связь прервалась. После этого самолет Валентича исчез с радаров. Поисково-спасательные работы не дали никаких результатов. По данным австралийских военно-воздушных сил, на тех выходных поступило около десятка сообщений о неопознанных летающих объектах. 33. Дебора По. Продавец в мини-маркете, работа, чреватая потенциальными опасностями. Но 26-летняя Дебора По нуждалась в деньгах, поэтому она устроилась на работу ночным продавцом в магазине в Орландо. 4 февраля 1990 года у По была обычная ночная смена в магазине, и последний раз ее видели, приблизительно в 3.00. Час спустя клиент обнаружил, что магазин пуст, и связался с полицией. Автомобиль По, все еще был на стоянке, ее бумажник был внутри, и не было никаких признаков ограбления или борьбы. Ищейка взяла след По, позади магазина, но он быстро закончился, указывая, что она уехала на другом транспортном средстве. Случай принял причудливый оборот, когда другая клиентка заявила, что зашла в магазин между 3.00 и 4.00, но По не было там. За прилавком стоял молодой человек в футболке Магадес. Парень продал ей сигареты даже при том, что все вокруг казалось ему незнакомым. Этого таинственного человека так никогда и не нашли, и полиция не уверена, что он связан с исчезновением По. По сей день Дебора По считается пропавшей без вести. И она не единственная молодая женщина, которая исчезла, работая одна в мини-маркете. 34. Линн Бердик В 1982-м, 18-летняя Линн Бердик устроилась продавцом в магазин в небольшом горном городке Флориды. Она работала одна вечером 17 апреля. В 20.30 оставалось полчаса до закрытия магазина, и родители Бердик позвонили, чтобы узнать, не нужно ли отвезти ее домой. Но трубку никто не снимал. Брат Бердик отправился в магазин, чтобы проведать ее. Следов Линн нигде не было, а в кассе не хватало 187 долларов. Во время поисковой операции не было найдено ни единой зацепки, но полиция предполагала, что исчезновение Бердик было связано с инцидентом, который произошел ранее тем же вечером. Менее чем за час до этого, неопознанный человек попытался похитить молодую женщину у соседнего кампуса Уильямс колледжа. Студентка убежала от него, и преступник исчез. Позже темный седан, соответствующий описанию машины подозреваемого, был замечен движущимся в направлении злополучного магазина. Так как он был расположен всего в 15 километрах от колледжа, возможно этот же самый человек и похитил Бердик. Одним потенциальным подозреваемым, был человек по имени Леонард Парадиза. Парадиза осудили за убийство молодой женщины, в 1984, и он, как полагают, был ответственен за большое количество других нераскрытых убийств. Он возможно был в том районе во время исчезновения Бердик, но умер в тюрьме от рака в 2008, прежде чем его смогли связать с другими преступлениями. 35. Кертис Пишон. В течение 10 лет Кертис Пишон работал полицейским в Конкорде, Нью-Хэмпшир, но его срок службы на страже порядка закончился, когда он заболел рассеянным склерозом. К 40 годам, Пишон был вынужден устроиться на работу охранником на завод Венчи Корпорейшн в Сибруке. 5 июля 2000 года он вышел в ночную смену. В час 42 он вызвал пожарных после того, как его автомобиль необъяснимо загорелся. Никто так и не узнал причину возгорания, но пожарные заметили, что Пишон казался необычайно спокойным, учитывая тот факт, что произошло с его автомобилем. После ликвидации пожара он продолжил работать, но приблизительно в 3.45 коллега заметил его отсутствие. Пишон загадочно исчез, и во время поисков не обнаружилось ни единого его следа. Из-за борьбы с рассеянным склерозом у Пишона была еще и депрессия, поэтому предполагали, что он склонен к самоубийству и у него случилось умственное помешательство, когда его автомобиль загорелся. Однако из-за болезни Пишон не мог уйти далеко, чтобы совершить самоубийство, поэтому его тело должно было быть найдено недалеко от места работы. Двери два торговых автомата на заводе оказались повреждены, поэтому не исключали возможность, что Пишон столкнулся с преступником. Несколько лет спустя один из бывших коллег Пишона, Роберт Иприл, был арестован за абсолютно другое преступление. Говорили, что Иприл утверждал, что это он убил Пишона. Однако обвинения против Иприла были сняты, так как никаких доказательств, связывающих его с загадочным исчезновением Пишона, так и не нашли. 36. Сьюзи Лэмплию. Одно из самых странных исчезновений в истории Лондона, пропажа 25-летней агента по недвижимости Сьюзи Лэмплию. В последний раз ее видели в офисе Sturges Estate Agents 28 июля 1986 года, но она загадочно исчезла, когда поехала показывать дом потенциальному клиенту в Фулхаме. Согласно записям Лэмплию клиента звали господин Кипер, и их встреча была назначена на 12.45. Лэмплию так никогда и не вернулась с этой встречи, а ее автомобиль был обнаружен приблизительно в 2.5 километрах от дома в Фулхаме. Свидетели видели, как она спорила с неизвестным человеком на улице в тот день, прежде чем села в другой автомобиль. Расследование не обнаружило следов Лэмплию, и она была объявлена мертвой в 1994. Власти думали, что господин Кипер был серийным насильником по имени Джон Кэнэн, который был выпущен из тюрьмы за три дня до исчезновения Лэмплию. У него было прозвище Кипер, и он был похож на неизвестного человека, с которым спорила Лэмплию. В 1989 году Кэнэн был осужден за убийство другой женщины и получил три пожизненных заключения. Одна из бывших подруг Кэнэна рассказала полиции, что он говорил об изнасиловании и убийстве Лэмплию, и его допросили о причастности к ее исчезновению. Даже при том, что у полиции были веские доводы против Кэнэна, было недостаточно доказательств, чтобы обвинить его в убийстве Лэмплию. Тем не менее, они публично объявили о том, что Кэнэн, по их мнению, был тем самым преступником. Кэнэн остается в тюрьме и отрицает, что убил Лэмплию. 37. Лайза Гейс. Утром 27 февраля 1989 года сотрудники одной компании в Джорджии пришли на свои рабочие места и обнаружили, что здание затоплено. Как оказалось, потоп был вызван системой пожаротушения, включившейся у рабочего места 26-летней программистки Лайзы Гейс, которая трудилась там в ночь за день до этого, но ее нигде не могли найти. Пожар и потоп стали вопросом второстепенной важности, когда на рабочем месте Гейс обнаружили лужу крови. Ее машина и бумажник были найдены в соседнем лесу, и полицейские опасались худшего, когда нашли рядом окровавленный кирпич. Из-за наводнения в здании и проливного дождя на улице, все улики кровавой сцены серьезно пострадали. Главным подозреваемым был недавно уволенный сотрудник. Этот сотрудник, возможно, ворвался в здание, чтобы устроить там беспорядок, и неожиданно наткнулся на Гейс. В то время подозреваемый жил на большой собственной территории, с большим количеством колодцев, и несколько лет спустя его бывшая жена утверждала, что он когда-то назвал их хорошим местом, чтобы спрятать труп. Даже при том, что полиция обыскала многие из этих колодцев, они не нашли никаких следов Гейс, и все еще нет никаких доказательств, связывающих подозреваемого с ее предполагаемым убийцей. 38. Брайан Каррик. Вечером 20 декабря 2002 года 17-летний Брайан Каррик отправился на работу кладовщиком на продовольственном рынке в Джонсбурге, Иллинойс. На следующий день родители Каррика запаниковали, потому что он так и не вернулся домой, и объявили его пропавшим без вести. Полицейские не нашли ни одного свидетеля на рынке, который мог бы подтвердить, что Каррик уходил с работы. Утром после исчезновения Карика, один из сотрудников обнаружил лужу крови в холодильнике с продукцией. Менеджер, подумав, что кровь накапала с сырого мяса, велел отмыть пятно. Однако капли крови были обнаружены по всему магазину, и анализ ДНК подтвердил, что она принадлежала Каррику. Через несколько лет появилась версия, что менеджер Каррика, Мария Кассиара, был ответственен за его исчезновение. После того, как их коллега Шейн Лэмб был арестован по делу о запрещенных веществах, он сдал и Кассиара, и Каррика. Согласно Лэмбу, Каррик доставал запрещенное вещество для Кассиара и был должен ему деньги. Когда Кассиара попросил помощи у Лэмба, чтобы выбить долг из Карика, все вышло из-под контроля. Они случайно убили его в холодильной камере, а затем избавились от тела. В 2010-м Кассиара был обвинен в предумышленном убийстве, после того, как Лэмб согласился свидетельствовать против него в обмен на смягчение судебного приговора. Во время первого заседания суд присяжных не смог прийти к единому заключению, но в 2013-м Кассиара был признан виновным и получил 26 лет тюремного заключения. Он продолжает настаивать на своей невиновности, а тело Брайана Каррика так никогда и не нашли. 39. Ким Легет. Ким Легет – 21-летняя девушка, которая работала секретарем в Мерседес, Техас. 9 октября 1984 года в 16.30 клиент видел, как Легет разговаривала с двумя неизвестными мужчинами на автостоянке. Приблизительно 15 минут спустя очим Легет получил анонимный телефонный звонок с сообщением, что Легет похищена для выкупа. Сначала он предположил, что требование было розыгрышем, но скоро узнал, что пачерица отсутствует на рабочем месте. Даже при том, что ее автомобиль был припаркован, вещи и бумажник были внутри, Ким Легет бесследно исчезла. Семья Легет получила требование о выкупе в 250 тысяч долларов. Письмо было написано ее почерком. Очим Легет был пилотом, и по слухам она была похищена, потому что он отказался провозить контрабанду в Мексику. У Легет остались муж и годовалый сын, и по поводу супруга тоже зародились некоторые подозрения, он предположительно упоминал об исчезновении своей жены, в разговоре с друзьями, когда об этом никому еще не было известно. Тем не менее этих двух мужчин, которые разговаривали с Легет, так и не нашли. После первого требования о выкупе никто больше не связывался с ее семьей. 40. Тривелайн Эванс. В 1990 году 52-летняя Тривелайн Эванс была владельцем антикварного магазина, в небольшом городе Ланголин в Северном Уэльсе. Днем 16 июня Эванс загадочно исчезла из магазина. Ее автомобиль был все еще припаркован поблизости, и табличка на парадной двери сообщала, что она вернется через две минуты. Эванс купила яблоко и банан в соседнем магазине, приблизительно в 12.40, и ее видели возвращающейся к магазину. Банановая кожура в корзине для бумаг указывала, что она вернулась на свое рабочее место, но что произошло дальше остается тайной. В течение дня Эванс видели в разных местах по всему городу, в том числе и поблизости от ее дома. Но если Эванс вернулась в магазин после двухминутного отсутствия, а затем уехала снова, почему табличка все еще висела на двери? Кроме того, обе ее сумочки и куртка остались в магазине вместе с другими вещами, которые она планировала забрать домой в тот день. За эти годы Эванс якобы видели в Лондоне, Франции и Австралии, но ни одно из этих сообщений не было подтверждено документально. Параллельно, в день исчезновения, в магазине был замечен неизвестный мужчина, но его так и не опознали. Спустя 25 лет, исчезновение Тривелайн Эванс остается одним из самых запутанных случаев в истории Соединенного Королевства. 41. Келли Уилсон. В 1992 году 17-летняя Келли Уилсон устроилась на работу в Норсис Техас Видео в небольшом городе Гилмер. Вечером 5 января она работала в видеомагазине и вышла, чтобы снять деньги в банке за углом. С тех пор ее никто не видел. Автомобиль Уилсон позже нашли на автостоянке видеомагазина с проколотой шиной, бумажник девушки все еще был внутри. Никаких новых сведений об исчезновении не появлялось в течение двух лет, пока не были сделаны некоторые довольно ужасающие выводы. В городе стали полагать, что Уилсон была похищена сатанинским культом, ее изнасиловали, убили и ритуально расчленили. В январе 1994 года обвинение в убийстве было предъявлено восьмерым подозреваемым. Семь человек были из местной семьи Кера, а восьмым подозреваемым был сержант полиции Джеймс Браун, который расследовал исчезновение Уилсон. Подозреваемых также обвиняли в сексуальном насилии над собственными детьми, некоторые из которых рассказывали Child Protective Services, что были свидетелями убийства Уилсон. Однако скоро стало очевидно, что дети выдумали свои свидетельские показания, и не было никаких доказательств, чтобы подтвердить насилие или убийство. Обвинения против сержанта Брауна и семьи Кера сняли, и слухи о сатанинском культе были опровергнуты. Все подозреваемые утверждали о своей непричастности к исчезновению Келли Уилсон, которая остается нераскрытым до сих пор. 42. Пол Армстронг и Стивен Ломбард. В 1993-м калифорнийская буксировочная компания оказалась в центре внимания, когда два несвязанных друг с другом сотрудника бесследно исчезли. У водителя эвакуатора Стивена Ломбарда и у водителя бульдозера Пола Армстронга не было очевидной связи друг с другом, но почему-то в один и тот же день они одновременно исчезли. Тем утром Армстронга в последний раз видела в его доме подруга и объявила его пропавшим без вести, когда он не встретился с ней в обед. Ломбарда же видели после обеда, когда он заходил в офис за зарплатой. После этого его больше никто не видел, а его пикап вскоре нашли, брошенным на автостоянке Кеймарт с ключами внутри. Самым странным в этой истории было то, что владелец компании, Рэндалл Райт оказался в гуще странных событий. В 2009 году жена Райта, которая жила отдельно от него, загадочно исчезла из загородного дома в Мексике. Ее так и не нашли, а Райт даже не потрудился сообщить мексиканским властям о ее исчезновении. К тому же шестилетний пасынок Райта утонул в бассейне, в 1982 году, в то время как Райт наблюдал за ним. Даже при том, что смерть ребенка изначально списали на несчастный случай, исчезновение жены Райта заставило власти эксгумировать тело пасынка для дальнейшего расследования. Они не нашли доказательств умышленного убийства. Никто не знает, был ли Райт виновен в смерти пасынка или исчезновении жены, но исчезновение двух его сотрудников в один день походит на довольно странное совпадение. 43. Мальчик из Самосьеры Исчезновение мальчика 10 лет Хуана Педро Мартинеса Гомоса события 1986 года, которое до сих пор вызывает много вопросов. Ребенок исчез в грузовике отца, который перевозил серную кислоту. В июне 1986 года Андреас Мартинес Наварро взял в рейс жену и сына. На тот момент ему исполнилось 10 лет, вес составлял 65 килограмм, рост 1,55 метра. Паренек закончил учебный год и в качестве благодарности получил возможность поехать в путешествие по Испании вместе с отцом. Перед самым прибытием, на одном из последних перегонов, когда грузовой автомобиль цистерна поднимался через горный перевал, произошла авария. Грузовик внезапно поехал на высокой скорости, до 140 километров в час, хотя ограничение скорости в этом месте, 90 километров в час, затем перевернулся. Из цистерны пролилась кислота, которая не позволила в первые минуты или даже часы подойти к кабине и посмотреть, что случилось с людьми. Когда опасная легко воспламеняющаяся жидкость была нейтрализована, полицейские обнаружили погибших мужчину и женщину. Ребенка там не было. Существуют версии, куда пропал Хуан Педро Мартинес Гомес. А. Тело выпало из кабины и растворилось в кислоте, либо погребено под большим слоем земли. Б. Родители высадили мальчика перед перевалом из-за угрозы распространителей запрещенных веществ. Есть подозрение, что отец был причастен к перевозке запрещенных веществ. В. Мальчика могли взять в заложники торговцы, алкалоидом тропанового ряда, чтобы Андреас Мартинес Наварро гарантированно доставил груз в место назначения. Г. Мальчику удалось выжить и выбраться из кабины. Его подобрала пара туристов из Скандинавии на белом фургоне, который в момент аварии или сразу после происшествия проезжал по этой дороге. У некоторых экспертов есть убеждение, что ребенку удалось спастись. Много лет после аварии проверялась любая информация о малолетних бродягах подходящего возраста, подозрительных подростках, но ничего найти не удалось. 44. Исчезновение Бобби Донбара. Судьба мальчика по имени Бобби Донбар осталась тайной, не в последнюю очередь потому, что его загадку слишком рано посчитали раскрытой. Необычные обстоятельства сопровождали пропажу четырехлетнего ребенка в 1912 году в штате Луизиана, США. Загадочная история произошла на озере Суэйзи, куда поехала семья Донбар с двумя детьми и друзьями, которые тоже взяли детей на природу. Пока взрослые рыбачили и занимались своими делами, мальчик пропал и больше его никто не видел. Бобби или Роберт Донбар был старшим сыном, одним из двух детей обеспеченной семьи. Отец любил рыбалку, поэтому для отдыха. 23 августа 1912 года было выбрано озеро Суэйзи. После исчезновения малыша были организованы поиски, в которых принимало участие более сотни человек. Прорабатывали версию утопления ребенка, поэтому обследовали дно, взрывали динамит, чтобы взбаламутить воду в надежде, что тело поднимется наверх. Не увенчалась успехом версия о том, что Бобби съел аллигатор. Всех встречных земноводных убили и вскрыли желудки, но останки так и не были обнаружены. Больше всего вопросов вызвали следы, детских босых ног, которые привели следствие к железнодорожной станции. С этого момента Бобби Донбара стали считать не погибшим, а похищенным. За любую информацию была объявлена награда в 5 тысяч долларов. Через 8 месяцев был найден подозрительный мужчина с мальчиком, который соответствовал приметам. Для опознания были вызваны Лесси Донбар и Джулия Андерсон, сыном которой мог быть ребенок по утверждению, сопровождавшего его мужчины. Первой приехала мать Бобби Донбара, и после приведения мальчика в чистый благополучный вид, признала сына по определенным приметам. Позже приехала Джулия Андерсон и сказала, что она разрешила сыну Брюсу поехать с Уильямом Уолтерсом в рабочую поездку. Она также по родинкам и шрамам опознала ребенка и потребовала вернуть мальчика. Но семейство Донбар было более состоятельным, и судейство вынесло решение в их пользу. Мальчик рос как Бобби Донбар, жил счастливую богатую жизнь до самой своей естественной смерти в 1966 году. Однако у родственников порой возникали сомнения в том, что рядом с ними рос действительно Бобби. Его внучка, зная семейную историю, провела тесты ДНК, чтобы определить, кто же на самом деле был их дедушка. Результаты показали, что найденный мальчик был Брюсом Андерсоном. Что же случилось с настоящим Бобби Донбаром? Увы, за давностью лет узнать это было уже невозможно. 45. Исчезновение Тары Калика 19-летняя студентка Тара Ли Калика из США пропала в юном возрасте, 20 сентября 1988 года. Девушка родилась 28 февраля 1969 года, хорошо училась, планировала заниматься психологией, была второкурсницей университета Нью-Мексико. Среди увлечений девушки знакомые отмечали занятия спортом, поездки на велосипеде. Тара Калика была коммуникабельным человеком, планировала свой рабочий или учебный день. В 9.30 утра девушка выехала на велосипедную прогулку, предупредив мать Пати Дойл. К полудню она не приехала, поэтому женщина пошла на поиски дочери, а затем обратилась в полицию. Свидетели видели девушку в 11.45 в двух милях от дома и показали, что за ней ехала машина белого цвета. Тара во время прогулки слушала музыку, поэтому не обратила внимание на приближение светлого пикапа. На следующий день, нашли кассету и следы велосипедных шин, а в 19 милях от места похищения обломки плеера. После публикации в СМИ об исчезновении Тары Калика, пошли заявления множества свидетелей, которые якобы видели девушку в разных местах. Но на одно из сообщений полиция обратила пристальное внимание. 15 июня 1989 года, на пляже в штате Флорида, в городке Порт-Сен-Джо была замечена темноволосая девушка, в компании светлокожих мужчин. По заявлению свидетелей, она слушалась их команды, но явного принуждения не прослеживалась. Сказать с достоверной точностью, что девушка была заложницей ситуации нельзя. По ходу следствия были обнаружены фотографии девушки, с перевязанным черной повязкой ртом, она лежала на подушке вместе с 12-летним мальчиком. Предположительно, фотоснимок был сделан в фургоне, который свидетели видели на 47-м шоссе. В процессе поисков Тары всплывали еще фотоснимки, на которых были похожие лица. Мать девушки опознала на них свою дочь, но дальше поиски не продвинулись. По сей день никто не знает, куда пропала Тара Калика, жива она или мертва. 46. Исчезновение Брэндона Свенсона. История исчезновения Брэндона Свенсона окутана странными фактами и несовпадающими событиями. 19-летний студент из штата Миннесота бесследно исчез 14 мая 2008 года. Загадочному событию предшествовала автомобильная авария, после которой Брэндон Свенсон разговаривал с родителями по телефону. Парень возвращался с вечеринки в честь окончания семестра, попрощался с друзьями и поехал по хорошо знакомой дороге. В ночное время машин на шоссе мало, но по причине плохой видимости или переключения внимания автомобиль съехал с основной полосы движения и попал в канаву. Брэндон несколько раз пытался вытолкать машину, но попытки не увенчались успехом. В час 54 он позвонил родителям, чтобы рассказать о происшествии и успокоить, что с ним ничего не случилось. Парень просто нуждался в технической помощи, чтобы вытащить машину на дорогу и благополучно добраться до дома. Анита и Брайан Свенсоны сказали, что сейчас же выезжают на место аварии и помогут сыну. По словам парня, его местонахождение было в 10 минутах езды от дома, где жили родители. Прибыв на место они никого не обнаружили, машины и сына не было. Они позвонили Брэндону и уточнили, правильно ли он указал свое местонахождение. Парень еще раз подтвердил, поэтому родители стали мигать фарами, но сын сказал, что ничего не видит. Брэндон не услышал и звуковой сигнал родительского автомобиля, что было еще более странным. В процессе следствия выяснилось, что Брэндон давал неправильные координаты, так как был рядом с городом Торнтон, а не Линд, как сказал родителям. Не рассчитывая на скорую помощь, он решил пойти к огням города пешком. Чтобы сократить путь, вышел в поле и пошел на выбранные ориентиры. Все это время он разговаривал по телефону с отцом, но потом внезапно он прокричал жуткую фразу «Вот черт!». А после этого разговор прервался и телефон перестал отвечать. Позже по распечатке звонков от сотового оператора, полицейские прошли весь путь Брэндона, но тело или какие-либо улики не были обнаружены. 47. Трио из Форт Уэрт. Чрезвычайно запутанное дело о пропаже трех девочек, оставило вопросы к следствию, так как до сих пор они не найдены. В 1974 году девятилетняя Джули Мозли, 14-летняя Рене Уилсон, 17-летняя Рэйчел Трикла пошли в торговый центр за подарками к Рождеству и пропали без вести. Происшествие зарегистрировано в небольшом городке Форт Уэрт штата Техас. В торговый центр девочки поехали на машине Рэйчел, которая к тому моменту уже была замужем. Рене Уилсон обещала маме вернуться к 16.00. Когда дочь не пришла, мать позвонила другим родителям, и они вместе отправились на поиски дочерей. Интересно, что сначала девочки не хотели брать с собой Джули Мозли, 9 лет, но потом передумали и поехали все вместе. Встревоженные мамы обнаружили автомобиль на парковке, рядом с торговым центром Семи Нэри Саус. Родители вызвали полицию, так как в машине остался подарок и другие покупки, а девочек не было. На следующий день после исчезновения супруги, Томас Трикла получил письмо якобы от жены, в котором говорилось, что она уезжает в Хьюстон и вернется через неделю. Письмо для Томаса и родных девушки было очень подозрительным. В тексте была допущена орфографическая ошибка, вместо уменьшительно ласкательного Томми в подписи написали Томас. Все указывало на то, что письмо писала не Рэйчел. Очевидцы сказали, что видели, как девочки садились в желтый пикап. На этом дело зашло в тупик, так как существующие версии не подтвердились, в Хьюстоне девочек не нашли, а пикапа желтого цвета нигде не было. В 1995 году Расти, младший брат Рэйчел, обратился к частному детективу, который в свободное время занимался этим делом, с 1975 года. По версии Дэна Джеймса, к похищению девушек мог быть причастен кто-либо из близкого круга общения. В 2001 году полиция возобновила дело трио из Фортуэрта, но опять все версии зашли в тупик, поэтому узнать с течением времени, куда пропали девочки, вряд ли получится. 48. Странная пропажа людей в России, как один за одним пропали сразу четыре человека. В 2013 году в небольшом поселке Речной в Кировской области, случилась череда одних из самых странных исчезновений людей в России, которая до сих пор остается загадкой. Все началось с того, что в ноябре пропали братья, Володя и Сережа Кулаковы 8 и 11 лет. Просто вышли гулять и не вернулись. Волонтеры, полиция и местные жители искали их несколько месяцев, провели множество экспертиз и опросили более тысячи людей, однако все тщетно. Размещение повсюду, фото и видео детей пользы не принесло, их никто не видел. Одна из основных версий, детей похитил неизвестный маньяк, но документальных подтверждений этому нет. Еще более странной пропажу делает тот факт, что за неделю до мальчиков из села таинственным образом, пропал местный врач, вышел к друзьям навстречу и не добрался. А через два дня после исчезновения детей пропал, разыскивавший их охотник Геннадий Громов. В отличие от доктора и ребят, его тело удалось обнаружить через 8 месяцев, никаких повреждений и травм на нем не было, причина смерти неизвестна. Как за неделю в Тихом Селе случилось, сразу четыре странных исчезновения, никто не может объяснить. 49. Не дошла до квартиры. В сентябре 2009 года в Новосибирске пропала 28-летний детский психолог Ирина Сафонова. Вечером 8-го числа она вместе со своим молодым человеком Александром Скурихиным пошла в кино. После сеанса Скурихин на машине отвез ее домой и высадил у подъезда. Однако дома, где ждал 10-летний сын, Ирина не появилась. Этой же ночью соседка нашла в лифте связку ключей от ее квартиры. На следующий день родственники, волонтеры и полицейские организовали поиски. Вскоре ее искал почти весь город, но все тщетно. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства. Одним из основных подозреваемых проходил Скурихин, однако многочасовые допросы и проверки, на полиграфе ничего не дали. Также не нашлось ни одного свидетеля, видевшего, как Сафонова заходила или выходила из лифта. Поиски продолжаются. 50. Пропал с грузовиком. Весной 2016-го на Уральской трассе пропал 55-летний дальнобойщик Юрий Ожерельев, перевозивший из Кабардино-Балкарии в Екатеринбург 20 тонн алкогольной продукции. Вместе с ним бесследно исчез грузовик Вольво. Оперативники выяснили, что водитель выехал из Уфы рано утром и к вечеру должен был прибыть в конечный пункт маршрута. Однако в Челябинской области связь с ним оборвалась. Спустя несколько месяцев его разбитый телефон нашли в 20 километрах от Екатеринбурга. Владельцы фуры рассказали полицейским, что Юрий работал у них более 30 лет и к делу относился ответственно. Следователи возбудили уголовное дело по предполагаемому убийству. Но двухлетние поиски водителя, Вольво и преступников результатов не принесли. Пропавшего дальнобойщика и грузовик ищут до сих пор. На этом я бы хотел закончить это видео с пятью десятью тайнами загадочных исчезновений людей по всему миру. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Пропажа хиппи и Стоунхендж. Странное происшествие произошло, вблизи одной из самых загадочных достопримечательностей мира. Стоунхенджа. В 1971 году, к мистическим камням направилась группа хиппи, чтобы отдохнуть в атмосферном месте с палатками. Неожиданно началась мощная гроза, застигшая всех врасплох. Прямо над Стоунхенджем засверкали молнии, несколько из которых попало в древние камни. Находящиеся неподалеку свидетели, слышали громкие крики хиппи, однако сразу после вспышек они пропали, бросившиеся им на помощь люди никого не нашли вблизи. Несмотря на то, что видео Стоунхенджа безумно красивы, они всегда вызывают мистическое ощущение загадочности этого места, и не случайно. Вот такими у нас получились, 50 тайн загадочных исчезновений людей, по всему миру. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео, в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.